Друзья, всех привет! Мы находимся в BMG Drive. Вы писали мне множество различных комментариев по поводу идей. Спасибо вам огромное за это. Но сегодня мы находимся на шоссе, на лесной дороге. И сегодня задача полицейских будет остановить различного рода транспорт. И начнем мы с девяточки. Кстати говоря, мне понравилась эта машина, как я уже сказал в прошлом выпуске. И я хочу ее сегодня испытать. Понятное дело, что ДПСники наши, доблестные, ни в коем случае не захотят повреждать свое имущество. Потому что начальство заставит их платить, их семья останется голодная, дети останутся голодные. Поэтому это в России у нас не прокатывает. Естественно, военный, скорее всего, поможет. Патроны надо расстреливать и пусть хотя бы делает годное дело. Но, друзья, вы сами понимаете, что это Россия. И, ну, на практике нет такого, чтобы что? Военные стреляли? О чем ты говоришь? Понятное дело. Ну и машины тоже против них хотят. Поэтому начальство выдало нашим ГАИшникам, нашим ДПСникам, вот этим вот замечательным, которые тут отдыхают, ждут пока, значит, нарушитель приедет. Вот такие вот цепи. Двойные цепи постелили сотрудники. И сейчас мы посмотрим, уже сможет ли, собственно, Девятка преодолеть эту цепь. Но не только Девятка, нужно разные машины пробовать на самом деле. Потому что мне кажется, что есть и машины те, которые проедут. Например, тот же танк, понятное дело, что проедет. Толпа, огромная толпа. Надо было, знаете, маленькую машинку сделать с манекенами, но попозже мы сделаем. Скорость огромная, 150 км в час. Друзья, 150 км в час. И мы на этой огромной скорости проезжаем через вот эти вот цепи. Очень интересно, что будет. Друзья, впервые, я вам скажу, что впервые, давайте даже еще фару вот так вот включим. Я впервые проезжаю эти цепи. Никогда я подобного раньше не делал. То есть я только цеплял за них и все, использовал как трос их. Теперь будет очень интересно посмотреть, что же Девятка в тебя верит. В тебя верит. Я знаю, ты сможешь. Показывай. Показывай, на что ты способна. Проезжает. Нет, запутывается, друзья, жестко. Просто сносит колеса. Передние колеса Девятки, а нет, только одно. Только одно, друзья, левое колесо, переднее снесло. Но еще не полностью Девятка проехала. Дно сносит просто, или мне кажется. Посмотрите, ее подкидывает и цепи она начинает тащить за собой. Ничего себе. Слушайте, ну жестко, жестко работает. Берите на заметку, сотрудники ДПС. Берите на заметку, посмотрите, как это действительно работает. И все, машина переворачивается. Давайте увеличим еще скорость. Но при этом она еще пока остается более-менее на дороге. И повреждения такие сильные, но машина несется на огромной скорости. Скорость, кстати, падает потихонечку, понятное дело. И цепь, цепь запутывается, запутывается в колесах. И, скорее всего, сейчас, да, с трассы улетит машина и ударится об дерево капотом. Бах. Ну, кстати, удар не такой сильный, на самом деле. Потому что скорость довольно упала. Проехали тут метров, наверное, 30, да? И скорость упала практически полностью. Сейчас еще за дерево зацепится. Вот все, конец, друзья. Остановилась. Остановилась машина. Удалось сотрудникам это сделать. Интересно, будет, справятся ли другие автомобили с подобным заданием. Кстати, друзья, попозже можно будет вот эту цепь саму прицепить к дереву. Мы это обязательно сделаем, но попозже. Сейчас у меня еще есть одна гениальнейшая, интереснейшая идея. Друзья, наши гайцы настолько расслаблены, что даже не позаботились, как поставить цепь. Я считаю, что, скорее всего, их снесет этой цепью, когда машина запутается колесами в этой цепи. Интересно, опять же, будет посмотреть. И машину мы уже используем другую сейчас. Ммм, бэшечка, бэшечка. Конечно, нужно был какой-то недорожник, наверное, да, использовать. Но это попозже. Обязательно тоже сделаем. Давайте пока что старенькую бэшечку возьмем. Попробуем проехать на ней. Надеюсь, результат будет ошеломителен. И наши сотрудники, которые не захотели полить машины, все-таки пожалеют о том, что не постарались и не поставили, как нужно, грамотно цепь. Проезжает? Что? Проехала! Она проехала цепь. При этом, смотрите, задевает цепь бампер. Колеса задевает. Давай, выгни колесо. Отлично. Обалдеть. Вот это да. Вот начальство пожурит, очень сильно пожурит их. Но бэху раскрутило. Давайте постараемся ее выровнять сейчас. Главное, чтобы она не улетела в кювет. Вот, я сейчас даю влево, как настоящий водитель, да, который видит, что... Так, нас понесло вправо. Нет, дерево, друзья. К сожалению, дерево. Получается, у них получилось. Но если бы машину дальше понесло, то сработало. Какой сильный удар-то, а? Но если бы машина дальше поехала по дороге, то я вам скажу, что у нее бы более-менее получилось. Получилось бы и даже, возможно, она бы скрылась от этих сотрудников. Но, посмотрите, бампера нету. Здесь проблемы с колесом. Боже. Не хотели проблемы, но проблемы будут. И теперь, друзья, давайте попробуем прицепить к дереву. Тогда уже точно машина никак не проедет. Друзья, им дали задание натянуть цепь от дерева к дереву. И один из сотрудников вспомнил детство и решил покачаться вот так вот на цепи. Он думал, что досюда не доедет преступник. Но он не заметил. Не заметил, как он приблизился. А преступники, друзья, на этот раз непростые. Бешеные. Просто бешеные. Гелик, друзья, с невероятной скоростью несется. И сейчас главное не сбить. Не сбить сотрудника. Он пытается не сбить, уйти. Понятное дело, что цепь он проезжает. Боже, как же сейчас, наверное, будет красиво, ребята. Как же сейчас будет красиво. Качается, качается. Решил вспомнить детство и не заметил. Да. К сожалению, не заметил, как приближается гелик и сносит. Скорее всего, остановит сейчас цепь. А может не остановит, друзья. Не знаю, что будет. Но гелик очень мощный. Пытается проехать и перекручивает нашего гайца одного. Машину также тянет за собой. Смотрите-ка, над второй машиной цепь проходит. И что ли останавливает? Не может быть. Серьезно, увеличиваем скорость. Цепь оторвет или нет? Нет, не отрывает. Улетает, улетает. И второй тоже улетает. Смотрите, как гайцов как откинуло. Машина гаишников переворачивается. Обалдеть. И все-таки останавливает, друзья. Цепь смогла остановить этот несущийся гелик. Причем, смотрите, что эти повреждения, это не такие уж и большие, я вам скажу, на самом деле. Я думаю, что если цепь машины не остановит, то она ее как минимум разорвет. А здесь у нас даже до салона не дошло, смотрите. А где наши ребятки? Ребятки? Куда вы делись? Смотрите, один просто в лесу где-то валяется. Улетел в лес. Далеко. А второй? Тоже в лесу. Друзья, всех, всех откинуло в лес. Причем, смотрите, на какое расстояние. Насколько далеко. Я думаю, здесь у них довольно серьезные повреждения. А теперь, друзья, гаишникам предстоит остановить автобус. И что самое ужасное из этого? А то, что только-только цепь еще второй гаишник ставил. Привязывал к дереву и еще находится там. Блин, честно говоря, друзья, интересно было посмотреть, что произойдет с фурой. Фура тоже довольно мощная. Довольно быстрая. Но и автобус, наверное, как-то совместил немножечко с фурой. Поэтому сейчас посмотрим результат. Надеюсь, скорость будет хорошей. Есть. Есть, друзья. Прям идеально. 100 километров в час и несется, несется наш автобус. Не успел. Не успел еще. Ну, как бы закрепил, но слезть еще пока не успел. Сейчас произойдет удар. Я уже не сомневаюсь, что эта цепь остановит. Она 100% остановит автобус. Есть. Есть. Натягивается цепь. Автобус уже согнуло. Посмотрите. Да, ого. В салон прошло. Ничего себе. Друзья, текстура цепи прошла все-таки через салон. Обалдеть. Представьте, что если бы люди здесь сидели. Просто всех бы цепью. Вот это да. Вот это красота. Вы просто только представьте, если бы здесь автобус был полон людей. Сколько бы людей сейчас пострадало, если бы они не пригнулись. Вот это да. Автобус полностью остановлен. Конечно же, текстуры вот этих вот рамок остались целы. То есть, я планировал, что они тоже как бы поломаются. Но нет, не настолько BMG реалистичное, скорее всего. Но довольно классно это выглядело. И у нас отлетел, к сожалению, отлетел один гаишник, который там был. И смотрите, ко второму по голове цепью попало. Ничего себе. Цепь застряла просто у него в голове. Отпустила. Слушайте, ну такой, такой тяжелой, огромной металлической цепью получить по голове. Это довольно жестко. Давайте увеличим время максимальное. Ищи под автобус. Нет, нет, нет. Оу, воу, по голове. Несчастный случай, друзья. Ладно упал, но прямо по голове проехался автобус ему. Как на шпагат-то себя, смотри, как гимнастом был, наверное. Друзья, есть у меня в запасе вот такой вот КАМАЗ. Русский, многотонный, здоровый КАМАЗ. И я вам скажу, что он очень, очень, очень резвый. Надеюсь, мы скорость наберем на нем хорошую и посмотрим уже, что произойдет с ним. Цепи остались на таком же расстоянии. Они также закреплены на дереве. Господи, какой он резвый. Слушайте, это, конечно, не фура. Кстати, многотонная фура, которая разгоняется в 800 км в час. Надо тоже, надо тоже ее использовать. Так, смотрим результат, друзья. 100, 112, 120. Это на КАМАЗе, друзья, чтобы вы понимали. Это КАМАЗ 120 км в час по шоссе. Гаишники, к сожалению, вы не смогли его остановить. Надо было пытаться, надо было стрелять по нему. И КАМАЗ проезжает эту зловещую цепь. Удар мощный, мощнейший просто. Удар останавливает, ничего себе, поднимает. Смотрите-ка, подняла КАМАЗ. Вот это интересно. Слушайте, вот это реалистично, я вам скажу. Очень даже реалистично. Колеса отпали. Обалдеть, на какую высоту. Только не это. КАМАЗ падает на го... Уходи, чувак. О, нет. Друзья, это конец. Посмотрите, огромная многотонная фура падает прямо на сотрудника ГИБДД. Может быть, повезет ему, а? Нет, пожалуйста. О, боже, повезло. Просто чудом. Миллиметра. Миллиметрики, друзья, вы представляете? Если бы не миллиметр, то все. Конец бы. Но ГАИшнику очень сильно повезло. Сегодня его второй день рождения. Чтобы вы понимали, давайте увеличим скорость. Может, это еще не конец. И колеса какие-нибудь попадут по голове кому-нибудь. Полностью. Увеличиваем время. И да, действительно, повезло. Ну, слушайте. Я действительно поздравляю. Искренне поздравляю с днем рождения вторым. Это невероятно. Но вот здесь это реалистично, друзья. Это реалистично. Полностью переворачивает КАМАЗ. Друзья, то, что вы сейчас увидите, но это нереально. Это нереально. Вот она, фура, 800-км, которая сейчас разгоняется. Я не знаю. Мне кажется, мы подлетим сейчас. Мы просто до этой цепи не доедем, наверное. Но попробуем. Попробуем, ладно. Так уж и быть. Господи, она вообще неуправляемая. Давайте хотя бы 200 км возьмем здесь. Ёкарное... Ёкарное бабае, друзья. Сносим. И машину ДПС сносим. Скорость у нас какая там была? 200-300. Сотрудника ДПС тоже сносим, слушайте. Но для нее цепь это просто енда, мне кажется. Сносит. Полностью кузов, друзья. Обалдеть. Вот остается. Кузов остается. Поехала дальше. Поехала дальше. Машина ДПС просто вляпал. Посмотрите. Об деревья бьется. Ну и конец, понятное дело. Нашей фури тоже. Вот это интересно. Вот это наматывает просто на деревья. Вот это уже что-то. Вот это что-то. Так, я думал, это улетит уже, думал, судник ДПС. Нет, это всего лишь кусочек детали. Кусочек детали, за который, кстати говоря, должен будет заплатить судник ДПС, который сейчас куда-то делся. Непонятно. Хотя, скорее всего, он погиб. После такого жесткого удара. А где он у нас? По-моему, здесь где-то был, да? Или нет? А вот он у нас. Вот у нас лежит в кустах, друзья. Уже успел убежать подальше. Вот так вот. Вот это фура. Вот это мощность. Смотрите, вся горит. Загорелась. Сейчас лес весь загорится. Друзья, как забавно. Кабина с водителем осталась просто здесь, на дороге и прямо на цепи. Ох, друзья, посмотрите. Посмотрите на эту мощь только. И теперь эту мощь будет останавливать уже не одна цепь, друзья. А целых две. Плюс один из сотрудников вышел, вышел, выехал прямо на проезжую часть. И попробуем сейчас набрать максимальную скорость. Хотя бы под соточку, друзья. Хотя бы под соточку максимально многотонная фура разгонится. Будет вполне себе хорошо. Но даже больше, друзья. Кстати, вот эту фуру мне скинул один из вас. Один из подписчиков. Спасибо огромное. Я ее скачал. Вообще здоровская фура. 100 км в час, друзья, вместе с прицепом. Мы проезжаем. Мы проезжаем, друзья, две цепи. Нужно срочно ее остановить. Это был приказ начальника. Есть. Они схватывают, обхватывают всю фуру. Посмотрите, машина повреждена полицейская. И останавливают. Нифига себе открывает. Просто капот улетает. Половина кузова. Обалденно. Останавливают. Слушайте, теперь мы знаем, что цепь 100% остановит любую машину. Не важно что. Мне кажется, даже танк. Порвать цепь невозможно. Давайте увеличим максимальное время. И даже, смотрите-ка, не повредился. Не повредился прицеп абсолютно никак. То есть он годный. Он даже как-то не помялся особо. Ну и запутанным в цепях, запутанным в цепях остался этот монстр невероятный. Друзья, кому понравилась эта серия, ставьте лайки. Обязательно пишите идеи. Рассматриваю все. Отличные идеи лайкаю. И спасибо каждому из вас за просмотр. И я желаю вам удачи. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok